Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Никита, Аня, в стране безопасности есть свои правила для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытание. Вчера и позавчера вы с этим условием уже столкнулись, а сегодня готовы отвечать на мои вопросы? Да. Отлично. Хорошо, тогда самое время начинать наш первый конкурс. Итак, ответ на мой вопрос находится на доске у тебя, Ань. Слева твой Никита справа. Итак, вы на скорость находите правильный ответ и приносите мне. Каждый правильный ответ стоит одну фишку, плюс одна фишка тому, кто справится быстрее соперника. Итак, начинаем. После того, как я закончу читать, вы стартуете. Раньше счета и письма, рисования, чтения, всем ребятам нужно знать азбуку движения. Как зовутся те дорожки, по которым ходят ножки? Различать учись их точно. Не лети, как на пожар. Пешеходные дорожки – это только... Побежали! Правильно, ребята, что это? Это, асфальт. Тротуар. Правильно, тротуар. Правильно, ответили. Аня была быстрее, поэтому ей две фишки, а тебе, Никитка, одну за правильный ответ. Магнитики просто сдвигайте, чтобы они не тормозили вам процессы. Быстро вы могли ответить. Второй вопрос. Все водителю расскажет, скорость верную укажет. У дороги, как маяк, добрый друг. Побежали. Добрый друг, ребята, нет. Добрый друг – дорожный знак. Здесь никто у меня фишек не зарабатывает. Правильный ответ здесь был – дорожный знак. Вот у нас есть дорожный знак, нужно было это и принести. Ну ничего, присаживайтесь, есть еще шанс заработать фишки. Слушаем. Поезд быстро-быстро мчится, чтоб несчастью не случиться. Закрываю переезд. Запрещен машинам въезд. Побежали. Что запрещен? Закрывает переезд. Что это, ребята? Как это называется? Шлагбаум. Шлагбаум, правильно. Правильный ответ. Кто у нас был быстрее? Аня. Аня? На долю секунды Анюта, да, опередила. Никитка, держи правильный ответ. Знаешь все названия, молодец, большой молодец. Ребят, и еще одна загадка, последняя. Командуя жезлом, он всех направляет, и всем перекрестком один управляет. Он словно волшебник, машин-дрессировщик. А имя ему... Побежали. Молодцы, одновременно. Кто это у нас? Легурировщик. Анюта? Регулировщик. Вы говорите правильно, регулировщик. Молодцы. Одновременно принесли. Хорошо, по две фишки каждому. Никита, держи. Молодцы, ребята, отлично справились с заданием. А ну-ка, посчитайте, сколько в первом конкурсе заработали фишек? Четыре. Хорошо. Хорошо, четыре, шесть. Ну а сейчас, ребята, самое время для встречи с нашей хорошей знакомой из ГАИ, тетей Катей. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Нормально. Вот и наступили долгожданные каникулы. На улице хорошая погода, не надо выполнять никаких домашних заданий. Можно на улице целыми днями с друзьями играть в прятки, кататься на роликах и велосипеде. Но и сейчас не стоит расслабляться. Ведь вы знаете, что у дороги свои строгие законы. И законы эти требуют безупречных знаний. Ребята, необходимо помнить, что проезжая часть предназначена в первую очередь для движения транспортных средств. Пешеход обязан двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии по обочине. Если вы, ребята, двигаетесь на роликовых коньках или скейтбордах, вы все равно являетесь пешеходом. И на вас распространяются все права и обязанности пешеходов, предусмотренные правилами дорожного движения. Важно помнить, что движение транспорта бывает не только на больших дорогах, но и во дворах. И некоторые недобросовестные водители могут резко выезжать из-за угла или носиться по асфальтированным дорогам во дворах ваших домов. Поэтому внимание и еще раз внимание! Ездите на велосипедах, роликах и скейтбордах медленно и притормаживайте перед поворотами. Ребята, мне пора прощаться. Завтра финал. Мне надо подготовиться. А вам я желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Никита, Аня, вот и третий наш конкурсный день подходит к своему завершению. Но, как вы уже догадались, у нас впереди еще одно контрольное испытание на сегодня. И последняя возможность заработать фишки. А завтра, ребята, завтра мы узнаем, кто станет победителем всей нашей борьбы. Ну а сегодня давайте-ка пройдем у наших контрольных испытаний. Я буду вам задавать вопрос, а вам необходимо будет на него ответить. И дать максимально полный ответ. За каждый правильный ответ здесь вы сможете заработать уже целых две фишки. А если вам не удастся дать полный ответ и будет помогать соперник, то придется фишки поделить пополам. Или же полностью отдать, если не сможете ответить. Все понятно? Да. Кто начнет первый отвечать на мои вопросы? Никита. Хорошо, Аня, вот и была первая. Теперь пусть будет Никита. Итак, Никит, первый вопрос тебе. Слушай. Почему нельзя ходить пешеходом по проезжей части улицы? Потому что там ездят машины, может сбить. Правильно, правильно. Что еще можно дополнить здесь? Может быть, ты что-то, Никита, вспомнишь? Я не можешь тоже дополнять, если есть еще что сказать. Надо ходить по тротуару. Действительно, самая главная причина, почему нельзя ходить по проезжей части, это потому что дорога предназначена для движения транспорта. Особенно, если есть ограждения металлические, когда проезжая часть от тротуара ограждается вот таким заборчиком металлическим. Это наиболее опасная ситуация, потому что если вдруг машина будет ехать, то у пешехода не будет возможности отправиться на тротуар, и машина может сбить. Так что ни в коем случае нельзя ходить, ребята, по дороге. Правильно, Никита, молодец. Ты сказал самое главное, что касается ответа на этот вопрос. Хорошо. Анюта, следующий вопрос для тебя адресуется. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? На тротуаре. Переходить дорогу, по которой движется транспорт? На зебре. Так, да, а еще по-другому как называется зебра? На пешеходной дорожке. Пешеходный переход. Пешеходный переход. Так, а еще в каких местах, как обозначены те места, где можно перейти дорогу, проезжую часть? По пешеходному переходу. Бывает, нет пешеходного перехода, но есть кое-что другое. Это что? Трехглазый такой на одной ноге, еще загадку мы отгадывали. Светофор. Правильно. На светофоре на какой цвет можно переходить дорогу? Зеленый. Верно, хорошо. Так, Ань, две фишки твои. Третий вопрос, Никита, слушай внимательно. Какие существуют правила перехода улицы, где нет светофора? Как перейти такую улицу, где нет ни светофора, ни регулировщика? Посмотреть налево. Налево, правильно. Подойти к середине, посмотреть направо, потом до конца дойти до дороги. Как ты считаешь, правильно пройти нужно дорогу? По прямой или наискосок лучше? По прямой. По прямой. Правильно, по прямой, это правда. Но как думаешь, почему по прямой? Как мы быстрее дорогу перейдем? Вот, допустим, вот так или если будем вот так наискосок идти? Нет, прямой будем идти быстрее. Да, это быстрее. А нам это и нужно. Проезжую часть нужно проходить как можно быстрее. Поэтому нужно идти по прямой. Молодец. Хорошо, Никита. Держи две фишки. Унечка. Ну и последний вопрос, Ань, для тебя. Можно ли перебегать улицу, дорогу? Нельзя. Нельзя. А как нужно пересекать дорогу? Надо ходить спокойным шагом, медленным, небыстрым. А еще? Вот как, в одиночку вообще можно или со взрослыми? Со взрослыми. И что важно? Да, и что важно? Ну, мы сейчас о детях говорим. И что еще важно, если ты идешь рядышком с мамой, что нужно? Надо держаться за руку. Правильно, обязательно держать за руку. И не выбегать ни в коем случае. А нужно выходить спокойно, потому что если вдруг машина будет двигаться и увидит, что пешеход идет, она не сможет вовремя среагировать. Поэтому нужно спокойным, ровным шагом переходить дорогу. Молодец, Ань. Запомнила то, что говорила тетя Катя. Умничка. Поэтому зарабатываешь две фишки. Ну что, на сегодня все. Давайте считать, сколько в третий конкурсный день вы заработали фишек. Так, считаем. Хорошо. У Никитки восемь. А у Анюты десять. Хорошо, ребята, совсем маленький отрыв у вас. Ну что ж, ребята, на сегодня все. Завтра у нас финал. Готовимся серьезно. И завтра будем определять главного специалиста по детской безопасности. Договорились? Да. А на сегодня все. До встречи. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok